В прошлом году, 9 декабря, несмотря на пандемию, ОГУ открыл факультет подготовки иностранных граждан. Главная цель – помочь желающим получить образование в нашей стране, выучить русский язык. Хороший театр, хорошая погода, хорошее письмо. Сейчас на факультете около 80 учащихся, преимущественно из африканских стран. Студенты признаются, что русский язык им дается нелегко. Хотя они стараются, тщательно выполняют все задания на уроках и делают домашнюю работу. Я студент, я изучаю русский язык в Уранбургском государственном университете. Я хочу быть врачом, это моя мистер. Русский язык не трудно. Сейчас я знаю, читать, тоже писать. Не трудно. Я люблю читать, читать русский, по-русски. И потом играть в футбол. Оренбургские студенты гостеприимно приняли иностранных ребят в свою семью. И теперь вовлекают их в жизнь университета. Приятным сюрпризом для гостей стала поездка в Ташлу, где можно было покататься на лыжах и сноуборде. Ведь в своих странах многие из ребят никогда не видели снега. По словам тьютера Алины Береговой, именно климат для большинства иностранных гостей стал сложностью в адаптации. Но по прошествии времени они привыкли одеваться теплее и теперь без проблем выходят на улицу и посещают мероприятия. Мы посещаем очень много выставок, ходим в музеи, посещали недавно поисковый клуб «Патриот», ходили в музей УГУ. Три раза в неделю они ходят в ФОС играть в футбол. Ребята изучают традиции и культуру России. К примеру, Новый год справляли в Оренбурге и подчеркнули для себя много интересного. Например, с Новым годом люди дарят подарки, они готовят салат, они фотографируют фото с Дедом Морозом. Чтобы наш родной язык легче давался студентам, кураторы предлагают им изучить на музыкальной фонетике русские песни. К примеру, на открытии факультета они поразились зрителей песней «А снег идет». Но одной из самых любимых композиций оказалась «Дорога в облака» Валерия Сюткина. Студенты из Республики Чад, Египта, Алжира, Сомали, Франции, Индонезии и Иордании планируют учиться на факультете подготовки иностранных граждан около года в очном формате. Многие из молодых людей хотят остаться жить в России и продолжить образование в Оренбургских и других российских вузах. Елена Кудаева, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.